Контроль за аварийными участками автодорог усилен в Нижегородской области. Сейчас передвижные комплексы фиксации выставляются в самых опасных местах на городских проспектах и магистралях. У нас сейчас работает 25 комплексов. Это в основном центр региона. В ближайшее время будут отыграны еще ряд комплексов, которые позволят нам закрыть всю область. Перед нами поставлены задачи. Валерий Павлович четко обозначил задачу закрытия кочегов аварийности. Мы совместно с сотрудниками ГИБДД работаем по ним как раз в том числе и передвижными комплексами. К обслуживанию комплексов привлекаются подряд на организации, с которыми компания «Безопасный город» заключила госконтракты. Сотрудники этих организаций не имеют доступа к персональным личным данным. Вся информация из комплексов поступает по защищенным каналам связи в Центр контроля транспорта. Мы не сможем ничего удалить. У нас автоматическая система. Мы выставляем настройки и запускаем программу. После чего она фиксирует нарушителей. Они записываются на флеш-носитель, который мы потом в конце рабочего дня передаем в ГИБДД Нижегородской области. Меры, принятые областным правительством, позволили добиться конкретных результатов по обеспечению безопасности дорожного движения. В прошлом году в регионе был зафиксирован самый низкий показатель по количеству погибших в ДТП с начала века. Тогда, за 12 месяцев, погибли 666 человек, в то время как в 2005-м 872. Это и Московская трасса, это Мячково, Пыро, где аварийность стринизилась порядка в 2-3 раза по метрам мосту, на котором не зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия, как в 2014-м, так и в 2015-м году. Хотя, до этого дорожно-транспортные происшествия там были. Перечень улиц, где установлены комплексы фото- и видеофиксации, увеличивается, а количество ДТП уменьшается. Анализ аварийности в зоне рубежей контроля камер фото- и видеофиксации показал снижение количества дорожно-транспортных происшествий в среднем на 40-50%. На 30 стало меньше и нарушение скоростного режима. И это только начало. В ближайшее время мы будем расширять этот проект, причем расширять его приблизительно в 2 раза. То есть еще где-то в районе 75 стационарных таких комплексов установим и приобретем где-то около 70 передвижных. Автомобилисты уже отметили, что благодаря установке камер фиксации на самых аварийных участках, на дорогах региона стало гораздо безопаснее, да и сами водители стали дисциплинированнее. Я думаю, что нужна обязательно в тех регионах, где камер больше, водители ездят аккуратнее и боятся. То есть в любом случае. Ну опять же, наверное, скорее штрафов. Штрафов боятся не зря. За время работы комплексов фото- и видеофиксации было вынесено свыше 60 тысяч постановлений об административных правонарушениях на общую сумму около 40 миллионов рублей.